МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги недели. В студии я, Виталий Гаврусев. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Тенденция роста, единая система и приятные цифры. В следующем году зарплаты бюджетников вырастут. Сколько денег выделено? Растет и развивается. Бобруськ продолжает создавать полноценную здорово-сберегающую среду. Красивую, ухоженную. На каких магистралях уложено новое покрытие? Идея на миллион. В городе прошел республиканский семинар. Мы видим большой интерес. Какие темы во главе угла? Дары уходящего лета. Бобруйский рынок пестрит витаминным запасом. Я продаю продукцию, которая выращена нами самими. Что сегодня в топе? Вопросы безбарьерности. Инвалиды по зрению сталкиваются с проблемой непроинформированности граждан. Я иду и могу сбить кого-то. О чем важно знать? Опасность на каждом шагу. Планетарный дефицит и медицинский кризис. Депутат Европарламента от Румынии заявила о нарастающем бедствии в системе здравоохранения. Что не так в сфере? Результат работы. На неделе Александр Лукашенко обсудил перспективы сотрудничества с Пакистаном и встретился с премьером Государственного совета КНР. В первом случае в перспективе вывести совместную работу на еще более высокий уровень. Глава государства обозначил план действий. Выработать дорожную карту, провести ревизию базы нормативно-правовых отношений и расширить торгово-экономическое взаимодействие. В этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Мы посмотрели торговый оборот между Белоруссией и Пакистаном за последние годы. Он в среднем равен или чуть выше 50 миллионам долларов. Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Белоруссией и такой страной в 200 с лишним миллионов человек, это, я бы сказал, даже мизерный, поэтому нам надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот. Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям, которым вы пожелаете. Об укреплении партнерства и о долголетнем сотрудничестве Александр Лукашенко говорил и с премьером Государственного совета КНР. Глава государства отметил, несмотря на большое географическое расстояние, сегодня страны едины не только в оценках прошлого, но и во взглядах на нынешнюю политическую ситуацию, а также на будущее мироустройства. По итогам прошлого года Минск и Пекин наторговали на 8,5 миллиардов долларов. И это не предел. В активной разработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов на 3 миллиарда зеленых. Предлагаю определить стержневой задачей правительства двух стран на среднесрочную перспективу до 30-го года реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику. Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий инноваций и качественного человеческого потенциала. Знаковым событием стало и подписание соглашения об инвестициях в зоне свободной торговли услугами. Александр Лукашенко подчеркнул, наша страна первая в Евразийском экономическом союзе, с которой Китай заключает подобный договор. Плюс станция, весомая прибавка и национальный оператор. В Беларуси планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. В чем плюсы? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Белорусский каравай вне политики. Республика обеспечивает хлебом не только своих жителей. Отечественные изделия поставляются в 15 стран. Ежегодно экспорт привносит в общую копилку более 10 миллионов долларов. На долю России приходится порядка 90% продаж хлебобулочной продукции. В числе покупателей также Германия и Америка. Правительство прогнозирует рост экспорта Беларуси в 2025 на 5,4% до 52 миллиардов долларов. По информации Минэкономики, объем отечественных поставок за рубеж в июне 2024 достиг максимума. Также благоприятная конъюнктура на внешних рынках позволит бизнесу увеличить валютную выручку на почти 3 миллиарда зеленых. С момента ввода и включения первого энергоблока в сеть БелАЭС уже произвела почти 34 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Внушительный объем позволил заместить порядка 9 миллиардов кубометров природного газа. Весь получаемый ресурс используется исключительно в целях государства. Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования строительства второй станции. В следующем году зарплаты бюджетников вырастут. Сначала будет увеличена базовая ставка, затем повысят надбавки отдельным категориям работников. На эти цели выделено более миллиарда рублей. Начать планируют с января. Всего на оплату труда в госсфере выделят свыше 20 миллиардов. Прибавят и социальные пособия. В Беларуси планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. Курировать ее работу будет единый национальный оператор. Сейчас в стране каждое нарушение в отрасли регистрирует отдельная система. Проект должен объединить платные дороги, парковочную систему, висогабаритный контроль и фотофиксацию нарушений. Дважды два четыре. До первого сентября осталась неделя. В преддверии нового учебного года в городе подвели итоги работы системы образования за прошлый и наметили планы на нынешний. Ряды педагогов пополнят 100 молодых специалистов. Школьный порог переступят более 24 тысяч учащихся, в том числе около 25 сотен первоклассников. О Большом педсовете далее. Августовская педагогическая конференция – традиционное событие на исходе лета. Перед днем знаний работники сферы подводят итоги уходящего года и ставят цели на новый. Место встречи – Дворец искусств. Среди почетных гостей – представители горосполкома, депутатский корпус. На выставке «Образование через призму качества» учреждения представили то, чем могут гордиться – инновацией, воспитания, преемственность поколений. Гостям презентовали новые образцы школьной формы от славянки. Удобно, стильно, сделано на совесть. Основное действие – на сцене. Начальник управления по образованию с докладом подвела итоги прошедшего года и обозначила цели на грядущей. На подготовку к новому учебному затрачено более 15 миллионов рублей. Проведены текущие ремонты помещений, благоустройство территории, приобретена мебель, компьютерные классы, спортивное, технологическое и холодильное оборудование для пищеблоков. Осуществлена замена оконных заполнений. Представители горосполкома и горсовета депутатов поздравили работников сферы с грядущим Днем Знаний. Разрешите поблагодарить вас за такой труд, за труд благородный, за труд мощный, за труд во благо нашей страны. Традиционная часть – церемония награждения. В этот день городские власти, профсоюзные и контролирующие структуры наградили лучших педагогов и руководителей учреждений. Особый повод для гордости – звание лучших в республике, высокий уровень также отметили благодарностью председателя Палаты представителей Национального собрания. Наша задача – не снижать планку и достигнуть еще больших результатов в следующем учебном году. В рамках конференции акцентировано внимание на основные направления нашей деятельности. Прежде всего, это качество, доступность образования, это воспитание патриота, гражданина своей страны, это развитие системы дополнительного образования, это работа с молодыми педагогами. Новый импульс для образования – молодые специалисты. В 24-м город на Березине принял 100 новоприбокших. Все они приносят свое видение, идеи, методы и навыки. Дана Войтюг окончила 27-ю школу в 2020-м. После поступила в НГУ имени Кулешова на специальность белорусский язык и литература. Выбор в пользу профессии объясняет просто. Любовь к педагогике и родной мове привила ее учитель. Сейчас девушка вернулась в родной Бобруйск. По распределению попала в 26-ю школу. На месте ее приняли тепло и теперь вместе со старшими коллегами девушка в ожидании нового учебного года. 2024 год – это в первую очередь год качества. И своей целью на этот год и на последующие годы преподавания я ставлю цель качества. Именно чтобы качественно преподавать свой предмет, прививать детям любовь к родине. В первую очередь, что важно для меня, любовь к белорусскому языку. И воспитывать достойное, правильное поколение с правильными ценностями, патриотами своей родины. Некоторые молодые педагоги прибывают в город и сразу же создают семьи. Виктория Белокурова родом из Кличева. После окончания МГЛУ распределилась в 10-ю школу как учитель английского языка. Не так давно девушка вышла замуж. Сегодня она живет в новенькой квартире построителей вместе с супругом. Путь до работы 20 минут. Как и другие, она с трепетом ждет своих первых учеников. Еще не совсем успела познакомиться со всем учебным процессом, так как только еще пришла. Но уже вижу, что все учителя, они очень доброжелательны, готовы помочь во всех начинаниях. И того же ожидаю от учеников, что у них будет мотивация, что они будут хотеть учиться, получать знания. Педагоги – те люди, которые закладывают в нас знания и помогают встать на правильный путь. Традиционная конференция перед началом учебного года вбирает в себя все. Опыт старожил и стремление молодых специалистов. Все это делает Бобруйское образование одним из лучших в стране. По недавним результатам можно судить. Если вся система работает слаженно, то успех обязательно повторится. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Лето, сезон наведения порядка и капремонта во всех сферах. Сейчас в городе идет активная работа по возведению тротуаров, а также нанесение дорожных линий. В этом году будет размечено более 30 тысяч квадратных метров, из которых 26 от плана уже выполнено. Это Минская, Бахарова, Интернациональная, Привокзальная площадь и другие. Обновляются не только сплошные и прерывистые, но и пешеходные переходы. Островки безопасности, знаки на проезжей части. К слову, разметка возле учебных заведений знаком «Внимание, дети и школа» выполнены в полном объеме. Живу в центре, улица красивая, ухоженная, удобно ходить с коляской, передвигаться. Бобрусь благоустраивается, дороги кладут. Вообще все замечательно. Приятно иногда по некоторым улицам пройти, конечно. Кроме того, на прошлой неделе дорожное полотно уложили по улице Бреской. На этой новое покрытие появилось на Тимирязево. Также сотрудники ДЭП провели ямочный ремонт по энергетиков и Карла Липнихта. Облагораживают также улицы Каменского, Кирова и Парковую. Через две недели преобразятся улицы Войкова, Горелика, Комбинанская, Лынькова, Джаникидзе и энергетиков. При укладке плитки на тротуарах, помимо стандартной, используется специальное тактильное, которое облегчает передвижение людей с ограниченными возможностями. Есть что обсудить. Бобруськ вновь стал площадкой для диалога. Республиканский семинар собрал участников со всей страны на повестке дня вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества в Могилевской области. Об инициативах города на Березине. Елизавета Липеева. Вкусный прием. Бобруськ радушно встречает участников республиканского семинара. Выставка «Дегустация продукции топовых предприятий города. Возможность оценить и всеми любимые лакомства, и новинки». Сразу после приветственное слово председателя Бобруського горосполкома. Хорошая плодотворная работа. И, как Марсан Борисович сказал, будут вопросы, мы будем пояснять. Но вы сегодня увидите этот самый город Бобруськ. Я бы хотел, чтобы мы со своим опытом поделимся. Мы своим опытом поделимся. Во главе угла вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. В этом направлении Бобруськ работает на ура. Объекты, которые задействованы новыми собственниками в предпринимательской деятельности, отличное тому подтверждение. Первое в программе – лесопильное пилетное производство. Еще вчера здесь было здание ликвидированного в результате банкротства предприятия. Сегодня успешный бизнес. В самом начале реализации проекта мы получили от города на безвозмездной основе 26 объектов недвижимости. Уже есть готовый цех линии пиления и сортировки. В перспективе мы планируем в 2025 году запустить наше лесопильное производство, создать порядка 54 рабочих мест. Город не только для жизни, но и для второго дыхания неиспользуемых зданий. Здесь вместо незавершенной стройки объектов ЖКХ красуется дилерский центр по продаже автомобилей и станции технического обслуживания. На достигнутом не останавливаются. В планах нашей организации совместно с нашим основным партнером – осмот-сервисом – строительство здесь на территории еще одного объекта гаражного типа по их запросу. А также нами приобретен объект в Кричеве, также по запросу нашего основного арендатора для последующего развития. Там станции технического обслуживания, автомобилей МАЗ, Гомсельмаш. Мы видим, как выполняется та задача, которую поставил президент по созданию в районах сервисных центров по обслуживанию техники. На том примере, в котором мы были, там сервис как легковых автомобилей, джили и других марок, так и школьных автобусов, а также тракторов энергонасыщенных в том числе. Апгрейд с выгодой для всех. Этот физкультурно-оздоровительный объект – центр притяжения не только для жителей микрорайона Киселевича, но и для всех бобруйчан. Амплуа бросового здания в прошлом. Проезжая вот мимо здания, возникала вот эта мысль. И в один момент просто это здание выставили на аукцион. Ну и уже тогда как-то все само собой пошло. Ждали, пока оно подешевеет до одной базовой. На семейном совете приняли решение о приобретении этого здания. Окно идей бывшего военного городок в руках бизнесменов превращается в торговый центр. Внутри здания с комфортом располагаются белорусские производители мебели. В бобруйске идеи инициативных и предприимчивых горожан поддерживаются руководством города. Был сделан специально сюда новый заезд улицы Урицкого. Была организована парковка, убрано большое количество деревьев, забор, чтобы открыть и чтобы здание стало видно. Есть отдельное также законодательство по работе с военными городками. Сегодня, посещая несколько объектов, мы видим, что их можно вовлекать как для объектов соцкультбыта, а также для строительства жилья. Жилья, причем нетипового, расположенного в приятных для проживания местах, лесных массивах. Культурная программа. Экскурсия по социалистической – возможность насладиться и архитектурой, и процветающим бизнесом. Каждый уголок пестрит примерами для подражания. Торговые, медицинские центры, кофейни, кондитерские, ювелирные магазины, излюбленные места бобручан. Бобручский не первый раз, и очень мне нравится в нем. И многое, как говорится, мы видим, что меняется в городе, это очень приятно. Сегодня мы убедились, что предприниматель может вдохнуть новую жизнь. Это что? И создать новые рабочие места, и запустить производство, создать новые технологии, новую продукцию. На территории Бобруйской крепости участники республиканского семинара не обходят стороной религиозную жемчужину города – собор благоверного великого князя Александра Невского. При посещении Бобруйской крепости мы увидели потенциал вовлечения в оборот для цели рекреации. Нам было предемонстрировано, как восстанавливаются храмы. Часть имущества передана православному монастырю женскому. А кроме этого и бизнес развивается. И есть перспективы еще в создании гостиниц, мест индустрии развлечений. На пленарном заседании участники активно подводят итоги насыщенного дня, обсуждают актуальные вопросы, предложения по активизации бизнес-проектов. Мы проводим семинары только в успешных регионах. И Бобруйск здесь не исключение, а скорее пример для подражания. Мы увидели, что во все сферы деятельности можно вовлечь неиспользуемое государственное имущество. Мы видим большой интерес всех регионов. Они постоянно приезжают на высоком уровне, присутствуют здесь, как и сегодня. И у них это профессионально, поскольку они смогут хорошее решение, в конкретном случае города Бобруйска, тиражировать у себя. Факты в цифрах. За пятилетку плодотворной работы в стране продано более 8 тысяч объектов. Здания вовлечены в хозяйственный оборот и дают экономический эффект. Активность в сфере только растет. Государство готово и дальше поддерживать бизнес-идеи креативных белорусов на благо процветания и развития. Елизавета Липеева, Максим Калинин. Итоги недели. Только с грядки. Несмотря на то, что лето подходит к своему логическому завершению, при лавке пестрят изобилием фруктов, ягод, овощей. От местной голубики до заморского инжира. Полакомиться сезонным предложением выстраиваются очереди даже в будни. Этот небольшой рынок в центре города пользуется особенной любовью горожан. Ежедневно сюда съезжаются десятки фермеров из ближайших районов и не только. Весомый показатель популярности гастрокорта – люди. Даже в будни их потоку нет начала и конца. Покупатель идет за качественным товаром, приятными ценами, доброжелательностью продавцов. Я продаю продукцию, которая выращена нами самими. У нас специфика мы занимаемся картофелем, свеклой, морковкой, луком, дополнительно кукуруза, кабачок. У каждого здесь продавца, кто постоянно. У них есть свои покупатели, к ним приходят. На рынке все покупаю. Самый лучший рынок в Бобруйске – это вот это. Абрикосы вот сейчас, арбузы, дыни. Очень вкусные сейчас. Вот в это время. Сезон закаток. Для баночной продукции есть все. Картофель, чеснок, морковь. Можно найти от рубля свеклу, кукурузу, капусту, помидоры по рубль 50. Перец по 4. В ходу и ягода. 330 грамм малины – 5 рублей. Лесная брусник обойдется в 7 за литровую баночку. Голубика – 4,50 за стаканчик. Кило – 14 рублей. Нашлось одно место на рынке с клубникой. Тепличная ягода стоит без малого десятку. С заботой о каждом в Бобруйске продолжается совершенствование инклюзивной среды. Кроме создания необходимых условий для людей с ограниченными возможностями, важно информировать о предназначении специальной инфраструктуры. Роман Костюков изучил весь спектр темы. Тактильные плитки, устройства звукового сопровождения на спетофорах, резиновое напольное покрытие, таблички со шрифтом Брайля. Для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями в Бобруйске созданы максимальные условия. Однако не все понимают предназначение инклюзивной среды. Зачастую незнание приводит к неприятным ситуациям. Я сталкивался с этим на остановках, когда проходил через остановку. То есть люди ждут транспорт и зачем-то стоят на тактильной плитке. Ну и я же не знаю об этом, но я иду и могу сбить кого-то или сам получить травму или человека травмировать. В Бобруйской организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению в период с весны по август был проведен мониторинг актуальных проблем. По результатам, самый распространенный случай, когда незрячие самостоятельно передвигаясь по городу, сталкиваются с людьми, которые стоят на тактильной плитке. Людям нужно понимать, что эта тактильная плитка делается не для красоты, а это реально серьезная вообще вещь. Она очень важна для незрячего человека. Если уложена тактильная плитка, то она обязательно несет информацию и позволяет незрячему человеку самостоятельно, без помощи сопровождающего, перемещаться по городу. И обязательно гарантирует, согласно, по крайней мере, законам нашим, безопасность движения. В этом году в Бобруйске выполнены работы по созданию доступной среды на 10 запланированных объектах в культуре, торговле и соцзащите, по четырем в жилфонде и на пешеходных переходах. Обустроено порядка 1200 квадратных метров тротуаров. Работы по обеспечению доступности для инвалидов по зрению и инвалидов-колясочников осуществляются в рамках программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы, утвержденной Бобруйским городским советом депутатов. Ежегодно в рамках этой программы выполняются определенные мероприятия, которые позволяют в полной доступности обеспечить объекты социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети для данных потребителей свободно двигаться, передвигаться и не чувствовать себя не такие, как все. Одним из самых оборудованных в этом плане объектов стало управление по труду, занятости и социальной защите. За первое полугодие 2024-го оно оснащено всем необходимым для полной доступности. Мнемосхема здания, шрифт Брайля, парапеты для колясочников, тактильная плитка и даже звуковой информатор. Нажимаю, вход в управление по труду, выбираю, вот мы смотрим, что на нем записано. Вот это вся запись. Информатор установлен над входом, открывающий наружу, слева от двери на метро уровня крыльца размещена табличка со шрифтом Брайля. Вот она, пожалуйста. Пользоваться тактильной плиткой тоже надо уметь. Чтобы избежать возможных проблем, необходимо понимать, как по ней передвигаются люди с ограниченными возможностями. В чем же все-таки заключается разница между такой вот продольной ребристой плиткой и точечной? Дело в том, что, обратите внимание, продольная ребристая идет как желоб. Сюда инвалид по зрению вставляет палочку и ориентируется. Идя по ней, он вот так проходит до вот этой плитки. Вот эта плиточка – точка принятия решения. Как же действует дальше инвалид по зрению? Инвалид по зрению определяет, в каком направлении ему дальше двигаться. К примеру, перейти дорогу. Он ставит свою палочку и начинает идти. Он идет, 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 идет. Здесь снова останавливается. Он понимает, что здесь перейти дорогу. Значит, остановившись, он берет палочку и переходит. Исходя из проделанной работы по созданию доступной среды и имеющихся проблем и конфликтов в связи с незнанием предназначения этих объектов, сегодня одной из ключевых задач стоит информирование граждан. В городе я замечала такие тактильные плитки, и они предназначены для незрячих людей. Я живу, допустим, в таком районе, где инвалиды по зрению. Ну, а есть еще с ограниченными возможностями, надо и пандусы, чтобы... Я видела, как в городе люди ходят по тактильным плиткам, и я считаю, что все должны знать об этом, потому что помогать инвалидам – это важная цель. Помимо объектов инфраструктуры, в городе проводится еще больше работы по созданию и поддержанию комфортной среды. Так, автобусным паркам приобретено три единицы адаптированного транспорта для перевозок инвалидов. Госавтоинспекция постоянно проводит профилактические акции «Прояви уважение». Более того, к административной ответственности привлечено 39 водителей. Главное помнить – в любой ситуации необходимо оставаться человеком. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Голодная страна, рекордная коллекция и неутешительная статистика. Почти каждый второй немец ощущает себя все менее безопасно в Германии. В чем причина? Далее громкие заголовки мировых новостей. Дефицит бюджета США достиг свыше 6,5 триллионов зеленых. Покрывать недостаток средств в казне пытаются двумя способами – берут в долг и печатают необеспеченные доллары. К слову, совокупный планетарный дебет сегодня – 315 триллионов и втрое превосходит мировой ВВП. Погасить кредиты такого объема невозможно даже теоретически. Согласно опросу одной из местных газет, почти каждый второй немец ощущает себя все менее безопасно в Германии. При этом 41% респондентов очень боится стать жертвой нападения в своем городе. По оценкам участников анкетирования, к самым криминальным местам относятся вокзалы, парки и кварталы, в которых располагаются пивные бары и пабы. Издание напоминает, за последний год полиция зафиксировала на станциях свыше тысячи преступлений с применением холодного оружия. Депутат Европарламента от Румынии заявила о нарастающем бедствии в системе здравоохранения страны. Три дня нахождения в больнице для онкобольных обходится в 10 тысяч евро. Плачевная ситуация и в Литве. Финансовой помощи для пациентов с онкологией не хватает на сумму около 150 миллионов. Растет число случаев, когда государство отказывает в компенсации за лекарства. Ежегодно десятки заболевших вынуждены, чтобы выжить, просить поддержки общественности. Почти полтора миллиона поляков голодают или недоедают. Люди не имеют возможности обеспечить достойный уровень жизни. Только за последний год экономическое положение бедствующих граждан, которые получают помощь от благотворительных организаций, ухудшилось почти на 80%. В этой группе только четверть опрошенных могут позволить себе горячий обед ежедневно. Житель Испании побил мировой рекорд, собрав 3615 мобильных телефонов. Начал он в 2008-м, когда приобрел несколько экземпляров Nokia. Особенно любители сотовой связи интересуют модели, в свое время выпущенные ограниченным тиражом и потому труднодоступные. Такими уходящие семьи увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Виталий Гаврусев. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова